Сатана попутал Путина и страна дымком Пахнет газом, пахнет серою Жахнет разом, жду, но верую Паноптикум Добрый вечер, это Паноптикум на телеканале Дождь Меня зовут Лика Кремер, а главный герой этой программы Станислав Белковский Добрый вечер И Александр Невзоров Добрый вечер Кроме того, в нашей программе есть еще один Персонаж, летающий монстр Он является абсолютно независимым И каждую программу выбирает одно слово На которое ему реагировать Ваша задача определить, на какое слово он реагирует И прислать его в чат Или в твиттер с хэштегом Паноптикум Тот, кто сделает это первым, получит в подарок Совершенно новую книгу Главного специалиста телеканала Дождь Станислава Белковского Под названием Любовь провокатора Ну а теперь я должна была бы сказать, что мы поехали Но У нас есть Одна новость, которую мы не можем не обсудить Хотя мы и не планировали этого делать А именно Протеерей Всеволод Чаплин освобожден от должности главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Это сообщается на сайте Синодального информационного отдела Такое решение принял Синод РПЦ И мы уже успели со Стасом в студии Обсудить перед началом программы Что вероятно это гонение Гонение за что? Пожалуйста, начинайте, Станислав Александрович Я в этой ситуации абсолютно солидарен с Протеерей Всеволод Чаплиным Хотя он активно меня критиковал все эти годы Уступи, дорогой, уступи Это моя боль Это моя скорость Нет, ну можно я скажу Нет, тут руководит программа Олега Гедонна Кремера Руковожу программу Я ей отдала слово Стасу Вот буквально через мгновение Я дам вам сказать на вашу любимую тему Тихо зол, ребята Это хорошо, я люблю, когда вы злитесь Тихо зол, это почти тихий дом Это почти тихий дом Жуан Кстати, этот амплавом абсолютно идет Давайте, Станислав, по существу Потому что времени у нас мало Да, да, я понимаю, что Александр Глебович очень зол Да, поэтому времени у меня мало Я скажу следующее, что безусловно Я вижу в этом проявление гомофобии В русской православной церкви московского патриархата Поскольку отец Чаплин был известным всем геем Также я вижу в этом проявление алкофобии Поскольку он был известным всем алкоголиком И, в общем, само существование отца Всеволода Чаплина Примеряло в этом смысле меня существованием РПЦМП И когда я думал о том, уже когда наконец надо заменить Русскую православную церковь московского патриархата На конфедерацию независимых приходов Я думал именно в тот момент, когда алкоголик и гей Всеволод Чаплин Уйдет с какого-то не было официального поста И вот я, собственно, проливаю последнюю скупую мужскую слезу на этой должности Передаю слово даже минуя вас, Олега Гедонна Поскольку очень в этом смысле... Да, лучше бы я не давала вам слова Потому что больного резки Но, действительно, Александр Клебович, пожалуйста Да нет, я действительно дико зол И считаю, что это пакость, которую попы сделали лично мне И очень переживаю И мне будет жутко не хватать Чаплина Потому что Чаплин, вот какой бы он ни был Каким бы он ни был наглым, хамоватым, развязанным Это был все равно яркий персонаж С хорошо подвешенным языком Хамоватый, напористый И он до такой степени подходил под олицетворение православия Что я, честно говоря, когда узнал об его отставке Очень растерялся Потому что вместо него теперь предлагают какого-то прокариота вообще Который как будто бы только что вырезан из тоненькой картонки И не умеет связать между собой двух слов Это, я считаю, полностью без... Я вообще полагаю, что нужно основать какой-то Всероссийский комитет По возвращению Чаплина на его место И добиться того, чтобы он был бы восстановлен Ну и вторая, конечно, столь же нелепая и невероятно гадкая новость Вы знаете, Лика, да? Что был задержан на русско-казахской границе Знаете об этом же, да? Нет, кто был задержан на русско-казахской границе? Был задержан на русско-казахской границе человек с котом С котом Он вез кота, и у него не было с собой ветеринарных документов Имя этого героя пока неизвестно Имя этого настоящего героя Но подвиг его бескресен, как можно предположить И он не решился ехать через официальный пропускной пограничный пункт Потому что у него не было ветеринарных документов И он сквозь пургу и стужу с котом пересек государственную границу Чтобы не потерять, не бросить, не лишиться кота А он бежал от пограничников под выстрелами Он хранил... Можно сказать дело? Потому что мы все еще не начали программу И я не вижу связи с Чаплином А вот напрасно вы не видите связи с Чаплином Потому что вот всегда Россия пренебрегает своими героями Вот этот человек достоин звания героя России Это вам не какими-то ржавыми бомбами дербанить детские садики в Сирии Вот это вот серьезный был поступок И очень-очень горько, что Россия не знает настоящих имен своих героев Мне тоже очень горько, но я все-таки хочу начать программу Итак, тема первая Супруга одного из фигурантов дела банды Цапков Наталья Цеповяз Обратилась к прокурору Юрию Чайке С просьбой принять меры прокурорского реагирования В отношении фонда борьбы с коррупцией То есть Наталья Цеповяз по сути просит не смешивать ее и ее мужа с родственниками прокурора И считает это ударом по репутации Собственно, чьей репутацией вся эта ситуация нанесла наибольший урон Мне и хотелось бы вас спросить, пожалуйста, Станислав Александрович Все совершенно очевидно, понимаете, ведь мужей не выбирают Я здесь полностью солидарен с Натальей Цеповяз Ну и что, что муж и оказался бандитом? Конечно, федеральное законодательство нуждается в уточнении Не отвечает сын за отца, жена за мужа, отец за сына Действительно, и почему, собственно, то, что родственники совершили какие-то преступления Должно быть предъявлено, так сказать, их мужьям, женам и детям Поэтому я солидарен с Натальей Цеповяз и готов быть ее общественной защитницей Потому что, действительно, она же могла ничего и не знать о криминальной природе По поведению своих ближайших родственников Поскольку любовь не предполагает точного знания о бизнесе А то она и любовь, как говорила Чуданта Любовь движет солнце и светило, но вовсе не бизнес Понятно, Александр Львович, я надеюсь, что вы вернулись в российско-казахской границе И также можете прокомментировать эту новость Да и черт, и в конце концов, мало ли кто чем недоволен И мы еще будем обсуждать недовольство всех бандитских жен Которые вполне естественные, которые столь же вечно, как этот мир Ну, недовольны, ну, скажем так, немножечко побухтит, побухтит И, поверьте, она не оставит никакого свидания ни на информационном, ни на каком другом поле Ну, что же мне событие? Вот кот, это событие Кот, которого спасают от пограничников под выстрелами Бежит человек, чтобы не лишиться своего кота Вот это я понимаю Вы не вернулись, я поняла Но, тем не менее, в продолжении темы Омский юрист Ренат Карымов обвинил Алексея Навального По этому же самому поводу По поводу расследования вокруг семьи генпрокурора Юрия Чайки В оскорблении патриотических чувств И потребовал взыскать 100 тысяч рублей С основателя фонда борьбы с коррупцией За публикацию фильма о бизнесе родственников и друзей генпрокурора Юрия Чайки Можно ли вообще оскорбить патриотические чувства? И что для вас означают патриотические чувства? Станислав Александрович Они означают для меня слишком много, чтобы их можно было оскорбить Я думаю, что уважаемый омский юрист просто решил отпиариться круто на ровном месте Ну и бог с ним! Давайте не про него, а про патриотические чувства Ну как не про него? Понимаете, мы уже с вами о нем говорим И тем самым мы подчеркиваем, что ему удалось нас с вами развести Вот вы, звездатели канала «Дождь», я, скромный главный специалист этого же канала Но мы сидим и обсуждаем повод, которого нет Потому что ясно, что за этим иском никто не стоит Ни крововая гебня, ни генпрокуратура, ничего Просто юрист решил стать известным за счет паразитизма на двух очень известных брендах Алексей Навальный и Юрий Чарьков, он удачно на них спаразитировал Ну зачем же мы будем помогать? Ему бесплатно Мне кажется, что если бы этот юрист купил хотя бы сто подписок на телеканал «Дождь» Или объяснил бы здесь за деньги рекламу со своим изображением Тогда мы могли бы это обсуждать А в принципе, понимаете, моя любовь к родине настолько безраздельна и безразмерна Что ее не может оскорбить никто И когда уже не останется ни одного человека, кто любил бы эту родину, как я Я просто буду сидеть здесь один И меня это вполне устроит Я имею в виду здесь не в студии для канала «Дождь» А на всем необъятном пространстве Российской Федерации Сформированными человеческими трудами населения Стремившегося избежать плаустрофобии и потечно-огневого земледелия И даже на российско-казахской границе, где пребывает сегодня Александр Глебович Александр Глебович, а у вас как с патриотизмом? У меня с патриотизмом хреново Я вообще не очень понимаю, что это обозначает Потому что это абсолютно искусственная, декоративная И очень сильно скомпрометированная за последние годы в России качество и чувство Которая не имеет под собой никакой ни физиологической, ни интеллектуальной основы Которая на самом деле является всего-навсего способом эксплуатировать Применим такое старомодное словцо Самое худшее качество народа И этот народ делать еще более покорным, чем, наверное, может быть покорен один Белковский Который сидит посреди опустошенной России Поэтому всерьез обсуждать патриотизм как-то мне не очень получится Я полагаю, что это сильно устаревшее понятие Примерно настолько же устаревшее, насколько устарело понятие Там родина, граница и все остальное Я имею в виду, устарело не вот в этой вот мордорской современной реальности А устарело в реальности интеллектуальной, в реальности развития настоящего Поэтому мы с таким же успехом можем обсудить актуальность новгородского веча Или какого-нибудь способа изготовления лучин путем нажимного отщита Слушайте, но если бабушка устарела, это не значит, что ее нельзя оскорбить Если у человека есть патриотические чувства, значит, наверное, и их можно оскорбить Понимаете, для того, чтобы говорить о каких-то патриотических чувствах Равно как о чувствах религиозных Необходимо сперва наличие этих чувств доказать Что является абсолютно невозможным Потому что нет никакого ни объективного, ни субъективного Ни того, ни другого критерия По которому определяется, что да Действительно, вот этот человек является вместилищем этих чувств А не придуривается Вот мог бы я возразить, что Александра Глебовича в этой ситуации? Да, конечно, пожалуйста Да, знаете, вот я доказал свои патриотические и религиозные чувства Потому что я никогда не покинул Россию Хотя у меня было много таких возможностей Я по образованию системный программист И в конце 80-х годов минувшего века Спрос на мои услуги в англосаксонском мире был достаточно высок И я имею право официально, не по блату, а по закону На гражданство трех государств Латвии, потому что все мои предки по отцовской линии были гражданами независимой Латвии С 1918 по 1940 годы Польша, потому что мой отец был этническим поляком И по польскому законодательству также влечет за собой возможность получения гражданства И, конечно, Израиля, поскольку я еврей по матери И надо сказать, что в какой-то момент моей жизни я даже пытался получить израильское гражданство Неожиданно обнаружил Сейчас, это знают все, благодаря писательнице Людмиле Улицкой Которая изражила, описала всю эту коллизию в романе «Даниэль Штайн-переводчик» До того, как этот роман был опубликован, мне многие не верили, что это на самом деле так Потом все поверили Спасибо Людмиле Улицкой Что право на израильское гражданство имеет человек, который является евреем по материнской линии И не исповедует никакой другой религии, кроме иудаизма И когда я это узнал, я отказался от попыток получения израильского гражданства Потому что мне показалось, что в этот момент у меня отсохнут руки И стали русским патриотом Я подпишу бумагу, в которой написано, что я не исповедую никакой другой религии, кроме иудаизма Собственно, рук моих не очень жалко, потому что, как говорил моя бывшая начальница Мария Васильевна Розенова Если вы занимаетесь индивидуальным трудом, то, скорее всего, руки у вас растут из задницы Так оно и есть Но, тем не менее, они тоже могут для чего-то пригодиться И я от этого отказался От политического гражданства я отказался потому, что узнал, что в день, когда я его получил, он отказался от российского Поэтому я считаю, что всеми своими действиями я доказал и наличие и патриотизма, и сверхрелигиозных чувств Ну, меня вы, например, не убедили, честно говоря Но очень трудно убедить такого гиганта и титана, как вы, Александр Ильич Вот эта вся формальщина, которую вы перечислили Знаете, вот как бы солдаты Кортеса Солдаты Кортеса Когда уничтожали Ацтеков Они тоже хотели покидать Тиночтеплан И мы знаем, что их там удерживало Их там удерживало золото Это очень разумная, скажем так, мотивация для поведения И я подозреваю, что очень многих людей, которые называют себя патриотами, удерживает в России именно тот же самый фактор, который удерживал солдат Кортеса Поверить в чью бы то ни была искренность, когда мне что-то рассказывают про патриотизм или про так называемую религиозность, простите, не могу Ну хорошо, я думаю, что время перейти к следующей теме На этой оптимистической ноте На этой оптимистической ноте Мы будем еще править про кота Обязательно, каждый раз Госдума в ускоренном порядке приняла законопроект, уточняющий полномочия сотрудников ФСБ Теперь они смогут проникать в жилище во время массовых беспорядков и стрелять в женщин и детей для предотвращения терактов Что это? Государственная необходимость уравнивания женщин в правах с мужчинами или закручивание гаек вседозволенности спецслужб и козни кровавого режима? Пожалуйста, Станислав Александрович Я считаю, что эти меры недостаточны Потому что авторы этих законопроектов просто посмотрелись американских триллеров и приключенческих фильмов «Сипотерминатор» И почему-то не обладают достаточно интеллектуальной дерзостью и смелостью, чтобы включить, например, право сотрудников ФСБ перевоплощаться в других людей Действительно, почему нет? Как терминатор, помните, который мог принимать облик другого человека А в целом, это, естественно, система меры направлена на то, чтобы исключить самую возможность массового протеста Чтобы угроза стрелять в толпу шла впереди, собственно, ее возможной реализации Потому что не только «Арабская весна», закончившаяся изнасилованием Муаммара Каддафи, бывшего лидера Ливийской революции, черенком от лопаты Ну и, конечно, Украинская революция 2013-2014 годов, которая неожиданно для всех, кроме меня, закончилась берстом Виктора Януковича То, что страшно боявшегося физического насилия Убедила Владимира Путина в том, что физическое насилие есть двигатель истории И этот законопроект – реализация этого тезиса Александр Глебович, вы согласны? Ну вот, что касается черенка от лопаты Вы, кстати, слышали, что в Греции узаконили однополые браки Да, да, да Ну это просто так к слову Нет, дело не в этом Я про то, что если вы патриот, вы обязаны любить Россию Обязаны любить Родину во всей протяженности ее исторического пути И помнить, что право стрелять в народ Право стрелять по любым скоплениям старушек, старичков, детей Было всегда священным и неотъемлемым правом русских царей В частности, Николя-2, известный как Николай Кровавый Широко и, ну, в полной мере в свое время пользовался этим правом Там просто выставлялись роты и с залповым огнем шпарили по каким-то невинным и наивным людям Которые шли с иконками, с портретиками, членов царскими портретиками Хотельская члена в Политбюро, я так понимаю Да, да, совершенно верно Шли к Зимнему дворцу Это священное право любой империи не отчитываться в том, по кому она стреляет И делать это тогда, когда ей заблагорассудится Хотите империю, хотите восстановление различных исторических корней и традиций Получите, пожалуйста, это тоже русская добрая традиция Стрелять в детей, стариков и женщин Нет, я, естественно, категорически против этой традиции Я считаю, что, вот я хочу показать сейчас только что вышедшую мою книжку Которую называют «Любовь провокатора» Вот она, вот Это первый экземпляр, который находится на кальной дождь И вы видите, что он издан абсолютно в гамме Цветовой гамме присущей телеканалу «Дождь» Ее второе название – «Хороший Путин» Я пытаюсь объяснить в этой книжке, чем Путин хорош И Путин хорош в частности тем, что он дал русскому народу право на забвение Оно официально зафиксировано в законодательстве Закон о праве на забвение принят в этом году В выходящем 2015 году Поэтому я считаю, что, чтобы стать настоящим патриотом Нужно забыть все, что было связано с кровавой историей этой империи Нужно абсолютно отказаться от этой традиции И, к сожалению, Владимир Путин Вы предлагаете вообще стереть историческую память как таковую? Потому что ничего другого Да, да, конечно, я именно это и предлагаю И надо сказать, что было А у вас есть пластик соответствующего размера, господин Дуб? Ну, слушайте, господин Дуб, если у меня был пластик соответствующего размера, Сел бы уже в Кремле И мы потом с вами с удовольствием выплечь А Кремль попадает по размеру ластика? Нет Я вас видел бы лучше на месте патриарха, честно говоря Я, собственно, там и окажусь, безусловно И я обращу вас в истинную веру И вы даже не сомневаетесь, когда я буду патриархом Уже отставка отца Чаплина только первый шаг к моему приходу к этому пастору Что вы думаете? Защистка уже началась, она начала его Господь Бог А не какой-то там сенот русской православной церкви Московского патриарха Даже если он так думает о себе Но дело не в этом, дело не в этом Дело в том, о забвении Что был один очень правильный лидер, который говорил о том, что для построения национального государства нужно забыть все, чем это государство было до того И это был Кемаль Ататюрк, Мустафа Кемаль Который построил, собственно, Турецкую республику на руинах Османской империи Заставив свой народ забыть все ценности Османской империи Но, правда, Владимир Путин умудрился поругаться с турками Но это совершенно не мешает нам воспринять те ценности, которые Мустафа Кемаль завещал Нам, и, в частности, ценность за обвение, которое зафиксировано в федеральном законе Вы турецкий патриот или вы русский националист? Мы сейчас оба ушли, по-моему, далеко от темы Поэтому я сейчас вас прерву, дабы перейти к теме, которая в целом... Да, конечно, к теме кота отчасти и к теме следующего места работы Станислава Александровича Ватикан решил причислить мать Терезу к лику святых Папа римский, Франциск, подтвердил второе чудо матери Терезы Исцеление бразильского пациента от глиобластомы Это торжество справедливости или то, как считает Александр Глебович? Пожалуйста, Александр Глебович, начинайте Александр Глебович, я знаю, считает, что мать Тереза просто склочная старая баба Ну вот пусть он сейчас скажет, что он считает сам Слово склочное я не употреблял Это просто примитивная, злобная, жадная и фанатичная старуха Которая давала счастье стольким людям На совести которой множество мучительных смертей совершенно неповинных людей Потому что в тех приютах, которые существовали для отмывки тех средств Которые шли на счета матери Терезы и ее сестричества Тяжело больным онкологическим никогда не давались средства, которые облегчают боль Им никогда не оказывалась квалифицированная медицинская помощь И даже червей из их пролежней вынимали либо просто пальцами Либо грязными пинцетами В том случае, когда количество червей уже превышало все мыслимые размеры И была опасность, что они расползутся по так называемой палате слишком далеко Такая же история была и в детских приютах Антисанитария, неквалифицированная Или полное вообще отсутствие медицинской помощи Деньги, которые перечислялись старушки, болтались на счетах Всех возможных левых, правых, одномоментных албанских банков И исчезали неизвестно куда Так она-то чем виновата? Она этого всего не хотела? Она занята была совсем другими делами? Так, нет, нет, это была ее установка Во-первых, она ей нравилась, что люди мучаются Она считала, что мучение — это огромное счастье для человека Потому что это приближает его к Богу И дает ему возможность попробовать на вкус те страдания Которые любимое божество Белковского Вот этот вот самый парень с вертикальным взлетом В свое время где-то испытал, да? Она же при этом, при том, что она так любила страдания И с таким пафосом рассказывала о их необходимости Эта же девушка Агнеса Ну, это мирское имя Тереза Она лечилась исключительно в швейцарских и американских клиниках С самыми лучшими, с самыми тонкими наркозами И все медицинские счета, которые приходили за лечение самой Терезы Потому что она была, в общем, довольно хворенькой старушкой Они были в свое время опубликованы и Штерновцами, и Кристофером Хитчинсом Я считаю, что мать Тереза замечательный персонаж Потому что она дает нам возможность видеть Как из абсолютной мыши, да? Делается очередной Микки Маус Как из вот этой вот пустышки, злобной и никакой Вдруг создается медийная фигура Которая должна стать чуть ли не воплощением Всех лучших человеческих качеств Это вранье, мне жалко Франциска Которого вынудили, продавили так Ну хотя бы к Франциску вы испытываете хоть какую-то симпатию И то, ладно Жалкость и симпатия – это разные вещи Хорошо Станислав Александрович, а вы, пожалуйста, ответьте Если вам есть что-то ответить Я не знаю, совпадает ли в данном случае моя точка зрения С точки зрения Александра Глебовича Я противник организованной благотворительности Я считаю, что… Вообще всегда повод для хорошего Да, я считаю, что организованная благотворительность Предиктована тщеславием То есть когда собираются деньги в какие-то фонды Или продаются сказочные бриллианты в ожерелье Для того, чтобы поддержать больных Это все тщеславие ничего более Потому что Господь Бог же оценивает не сами поступки, а мотивы поступков Если ты делаешь что-то из тщеславия или алчности Или корыстолюбия То тебе это никогда не зачтется Или наоборот зачтется в минус Собственно, если у тебя есть бриллианты в ожерелье Которые ты можешь продать И на выручные деньги поддержать больных То зачем делать это публично? Это ни в коем случае нельзя делать публично И в свое время я помню Когда один из благотворительных фондов России Выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2012 году То я пришел в еще радиостанцию «Эхо Москвы» И предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира Себя самого, то есть Белковского И моя аргументация до сих пор остается непреложной Потому что аргументация выдвижения этого фонда На Нобелевскую премию мира Стояла в том, что он спас сотни жизней А вот я, Белковский, спас тысячи жизней Я вам сейчас объясню как В 1887 году я поступил в медицинский институт Да, и вы не стали врачом Да, я не стал врачом, конечно И тем самым благодаря этому спас тысячи жизней Почему же не дать Нобелевскую премию мира За эту заслугу непосредственно мне Мне кажется, я ее вполне заслуживаю Но в том, что касается матери Терезы Понимаете, я все-таки доверяю авторитету Папу Франциско, который не случайно взял это имя Кардиналу Берголью И мне представляется, что В тех условиях в Индии и всем прочем Где действовала мать Тереза Вот эта склочная старушка Хотя слово склочное Александр Глеб не употреблял Да, я согласен Да, злобно и так далее Понимаете, ведь сами представления о медицине Появили в программе Терезе Потому что Ну неправда Ой, не знаете Миссионерских, даже Миссионерских приютов И Калькурты Да, но тем не менее В индустриальном режиме не появились в программе Терезе Пусть она будет канонизирована Вам-то что, Александр Глебович? Ну, слушайте, мы с вами тоже будем канонизированы Сначала Глебовичу Нобелевскую премьеру Потом я хочу, чтобы канонизировали вас Нет, друг, ну Давайте договоримся Давайте договоримся Пакт с Молтой Ребентропом Этой пакости мне не сделается Все, хорошо Гарантом является Олег Гидонда Краймера Хорошо, я прекращаю этот спор о том, кого первого канонизируют И переходим к следующей теме Вице-премьер России Аркадий Дворкович Который также занимает пост председателя совета директоров в Роснано Поручу проверить источники финансирования новогоднего корпоратива госкорпорации И выплаты премий сотрудникам Накануне телеканал LifeNews опубликовал видео с новогоднего корпоратива Роснано На котором глава госкорпорации Анатолий Чубайс говорит, что в компании очень много денег Означает ли случившееся, что в России буквально на наших глазах становится неприличным быть успешным и богатым? Пожалуйста, Александр Хлебович Ну, во-первых, насколько я знаю, подлинность этой пленки поставлена под сомнение Потому что сейчас сделать любую озвучку, сделать любую фальшивку видео Не представляет вообще собой никакого труда Это по силу учащимся 5-го или 6-го класса средней школы Во-вторых, если пленка действительно подлинная То следует вычислить мерзавца, который ее обнародовал И просто уволить и закрыть стути А уж что непосредственно Чубайс, который, ну, по идее, не должен вызывать в меня никакой нежности Но который, по крайней мере, держит какую-то оборону по части, ну, осведомленности хотя бы О современных технологиях Но, честно говоря, я бы сейчас Чубайса не беспокоил Нет, все-таки вопрос мой был не в этом Я спрашивала о том, действительно ли вы чувствуете вот этот тренд на то, что в России становится неприлично быть богатым и демонстрировать свое богатство В России всегда это было неприлично, в России всегда это было наказуемо А это, вероятно, шло еще с тех пор, когда цари видели благосостояние человека И немедленно предпринимали какие-нибудь подлые и хорошо известные Даже в таком фальсифицированном материале, как исторически, ну, скажем так, попытки изъять излишнее или вообще богатство Вообще, злоба и зависть, которая была законом русского общества на протяжении долгого времени, конечно, использовала всегда чужое богатство как великолепный повод для самоподогревания Поэтому мы помним, что люди, которые имели прекрасные машины, долгое время держали их в гаражах и никогда на них никуда не выезжали Люди стесняются называть суммы своих заработков до сих пор И это все такое вот то, что называется идиотским, ничего не объясняющим словом, менталитет Да ладно, такой менталитет, что, например, в центре Москвы порой встречаются в таком количестве и такие машины, которых нету там ни в Париже, ни даже, может быть, Лондон Но рисковые-рисковые люди, которые идут против традиции, устоявшихся правил, есть всегда Просто потому, что образовывается какая-то среда, и внутри этой среды становится, ну, более или менее уютно не скрывать свое благосостояние Хорошо, то есть вы никакого изменения не видите, а вы, Станиклав Александрович? Я считаю, что кишиться богатством вообще неправильно, и не в России, а в целом в Европе, да Кишиться богатством, это, скорее, как раз азиатское свойство Мы же знаем, что если по Лондон едет Роллс-Ройс, там, удлиненный, или Майбах, то, скорее всего, он привыкнулся к арабскому шейфу или русскому миллиардеру Потому что никому из европейских, действительно, богатых людей не присуще так, такой форме манифестировать свое состояние Ибо основная европейская идея – это банальность добра А банальность добра предполагает, в общем, что богатство является Господом Богом, и им нельзя кичиться, его нельзя демонстрировать Да, поэтому Анатолий Борисович Чубайс, видимо, ну, мне кажется, вопрос он поддал, как говорится, он был не совсем трезв, когда произносил этот текст Потому что он человек, очень интегрированный в российскую бюрократическую систему, и знающий правила, что можно говорить, и чего говорить нельзя Он действительно переборщил, но в этом переборщивании он, собственно, выразил всю психологию российского правильного слоя Который очень хочет продемонстрировать свое богатство, но не может, потому что ему кажется, что это, так сказать, в этом есть тот самый перебор И поэтому демонстрировать его в тех формах и в те моменты, когда это кажется уместным Вот, собственно, очень многие российские богатые люди, используя и испортили себе репутацию в Европе Именно потому что слишком нарочито демонстрировали свое богатство там А некоторые люди там устраивали фейерверки прямо напротив дачи Путина, чтобы было не причиной, но поводом для того, чтобы приговорить их к пожизненному заключению и так далее Поэтому, если исходить из того, что богатство дается Господом Богом, является компенсацией за отсутствие других достоинств Потому что, как правило, богатство ставится тем, у кого нет существенных активов помимо этого богатства То, конечно, богатство можно держать при себе, особенно, если ты топ-менеджер государственной корпорации И все твое богатство – это бюджетные деньги, которые ты успел быстренько умыкнуть, пока этот бюджет полностью не обанкротился из-за катастрофического падения цен на нефть Хорошо, то есть я так понимаю, что вы никакого исторического изменения, которое наблюдаю я, нет? Исторического нет, все то же самое, как было, так и нет Переходим к следующей теме В Маткве состоялась презентация лимитированного аромата Который я даже не берусь произнести его название, я боюсь ошибиться В общем, он создан в честь Владимира Путина В создании туалетной воды участвовал минский парфюмер Владислав Рекунов И я вот о чем хочу вас спросить Это свидетельство популярности российского лидера или это попытка притупить его обоняние? Этично ли вообще это посвящать запахи президенту? Нет ли тут скрытого оскорбления национального лидера? Пожалуйста, Александр Глебович Ну, во-первых, ничего нового в этом нет Мы все выросли в стране, где существовали духи под названием запах лимича И мы к этому давно привыкли То, что представители различных ремесел, различных профессий Естественно, халуйничают через свою профессию Неудивительно, если хуже будет, если осенизаторы и гробовщики Начнут какие-нибудь свои производственные тонкости именовать в честь российских лидеров Вот тогда можно будет насторожиться А здесь, ну что, очередной, я бы сказал, довольно скучный и невыразительный халуйеж Ну, понимаете, ведь трудно избавить страну, которая постоянно подогревает себя В своих халуйских настроениях от этого халуйя И удивительно еще, что, не знаю, гинекологи, проктологи, которые тоже изобретают различные методы Никак не вводят в свою практику и не изображают, например, двуглавый пенис Хотя можно ждать чего угодно Спасибо, Александр Глебович Это было бы прекрасным упражнением российской дисциплины На мой взгляд, этот сюжет прекрасен тем, что это фактически сценарий для ремейка романа Парфюмер И соответствующего фильма Потому что действительно, как сказал Александр Александрович Блок Мы любим плоти, вкус ее, цвет и какой-то там нежный запах Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах Собственно, когда власть в России перестанет чем бы то ни было пахнуть Как ничем не пах герой соответствующего романа Тогда, видимо, она станет абсолютно демократичной Поэтому мне представляется, что это очень сакральная вещь Которая очень опасна для российской власти Особенно в контексте возможного ее падения в марте 2017 года Так предупреждает нас тот же Зарастрийский гороскоп Ну и последняя тема Даже давайте... Нет, не будет сейчас гороскопа Очень коротко последняя тема Она, в общем, сложная Потому что она из двух сразу сюжетов состоит Но попробуем Жительница Чечни, сотрудница социальной службы Айшат Инаева Отказалась от своей критики в адрес Кадырова После личной встречи с ним Произошла эта встреча на ток-шоу чеченского телевидения Женщина, автор сообщения вот этих в соцсетях критического Ее муж почти весь эфир молча смотрели в пол И еще одна новость из Чечни Рамзан Кадыров попросил передать крупнейший нефтедобывающий актив Чеченнефтехимпром Республики И по данным коммерсанта Владимир Путин уже поручил правительству поддержать эту просьбу Кадырова Так вот, являются ли эти события Проявлениями независимости, самостоятельности, самостийности Чеченской Республики Которую нужно сохранять и поддерживать В том числе с помощью нефтедобывающих активов Пожалуйста, Станислав Александрович Я был и остаюсь сторонником предоставления Чеченской Республики полной государственной независимости Наряду с двумя другими исламскими регионами Северного Кавказа, Дагестаном и Ингушетией И мне кажется, что все, что происходит, это и есть движение в том направлении Мне не важно, кто там смотрит в пол в Чеченской Республике И насколько Рамзан Кадыров будет контролировать нефтяную отрасль, которую он контролирует, де-факто и так Хотя формально права собственности принадлежат открытым акционерам, что Роснефть Контрольный пакет, который в свою очередь находится в распоряжении Российской Федерации Это не важно Все формальное должно быть приведено в соответствии с фактическим и наоборот Свободу Чечне Дайте Чечне независимость Отделите ее от Российской Федерации и будет вам счастье И я уверен, что если Россия пройдет процесс становления в качестве национального государства И перейдет от нынешней имперской модели суперпрезидентской испольки В направлении парламентской демократии В том числе, как я о том мечтаю, в формате конституционной монархии То республики Северного Кавказа будут отделены Потому что сам факт их пребывания в составе России уже является абсурдом Все, я вас поняла Эти республики присоединены были потому, что они были поводком, на котором Россия держала за Кавказ С тех пор, как за Кавказье отделилась от России надолго и, видимо, навсегда Этот поводок при потерянной собаке уже не имеет никакого значения и смысла У нас буквально одна минута, пожалуйста, Александр Глебович Ну, ведь, скажем так, смешно вообще рассуждать на тему нравов монархии А в Чечне монархия неограниченная абсолютно И абсолютным неограниченным монархом является Кадур И все вынуждены с этим смиряться, терпеть и говорить об этом с какой-то полуулыбкой По одной простой причине Чечня выиграла у России войну И мало того, что она обязала ее платить дань, но она еще обязала ее и любоваться на те дикости, которые в ней происходят И эти дикости обсуждать и воспринимать как нечто нормальное Но Россия, как проигравшая страна, вынуждена это делать, чем мы сейчас и занимаемся Горе побежденным То есть это такой политический вояризм, безусловно Горе побежденным И снова вы под конец программы согласились, ну и пусть будет так А я хочу сообщить нашим зрителям, что слово, на которое сегодня реагировал летающий, а также прыгающий монстр Было слово «любовь», а это была программа Ну это в честь, собственно, моей книжки «Любовь-провокатор» Вот я рекламирую, используя личное положение в служебных целях Это была программа «Паноптикум» и ее главные герои Станислав Белковский и Александр Невзоров Меня зовут Ликов Кремер До встречи через неделю, ну а со мной вы увидитесь буквально через мгновение Продолжение следует... Продолжение следует...